Доброе утро! Сегодня пятница, 6 марта, время 8.42. Сняли 8 часов холтер, сдал анализы, сходил на физиопроцедуру. За все влечение сделали 4 раза процедуры. Вот сейчас прошел обход, посмотрели давление 140. Врач в 9 часов, сейчас ожидаю, подъедет машина, поедем, как обещал Хлеманков, сделать газы крови в властную больницу. После будет готовый анализ. Врач при обходе сказала, что сегодня выпишет. Мое лечение на этом закончено. Вот так у нас лечат. Холтер с 3 часов ночи стоял. Результат через неделю. Сообщат. Душевая кабинка ставили вчера, не поставили. Много я тут выступаю. Было УЗИ вчера, производили, делали аппарат. Незаращенное овальное окно, которое у меня было установлено в 2015 году. До сих пор здесь, в этой больнице, не обнаружено. Врач УЗИС, которая проводила, посоветовала, написала направление, что надо ехать в кардиоцентр для пищевого. Когда что будет это выдано, пообещали. Буду делать в собственном порядке, но уже не находясь в стенах этого заведения. Как обещал главврач Хриманков Александр Анатольевич, что пациент будет находиться. Никаких репрессий не будет. Проведено полное обследование. И находиться до вылечения. Сдвигом не вижу, что, как, почему. Это я выступаю. Я могу за себя постоять. А другие люди, которые боятся всего, лишний раз сказать, рот открыть, не знают, какие им дают таблетки и что делать. Как это может у нас быть? На днях сегодня вечером, вчера я обнаружил, что указом президента Российской Федерации Путина Владимир Владимировича, главной медсестре Горбарлицы, номер два, было присвоено медицине, что она не видела этого бардака. В палатах нет ни одной вытяжки. По всей зданию в палате нет. Вот из-за чего люди потеют и все остальное. Окна не проветриваются. Сигнализация не работает. Было разговор с Хриманковым. Будет прислан человек. Никого нету. Сделали. Ну, сделали что-нибудь. В одном туалете лампочку подвесили, в другом. На лестнице как было, так и осталось. Кабинку не доделывают. Бедные медработники. Сантехники приходят, жалуются. Не дают им ни печатки. Ходят в робе. Спиртпром. Медработники ходят в свою миноформу, покупают униформу. Трудятся. Нищетя животом и днем, и ночью. Приборы не работают. Холтер, УЗИ сердца и так же остальное. Средств этих нету. Там более сильно я не уникал в эти подробности. Но слышу, люди собираются уходить из-за этой зарплаты. Все хуже и хуже. Куда мы катимся? Что творится в стране? Почему это такое? Это ЧП ни города, ни области. Это ЧП на районном масштабе. Это федерального значения. Это будет вторая вишня. Потому что, не дай бог, малейшее замыкание или еще что-то. Возгорание. Это будет караул. В палатах по пять, по шесть кроватей ставят. Каталки и все остальное. Это бардак. Это бардак. Люди были вчера довольны, что к вечеру они помылись. Рады. По две, по три недели люди отлежали, не мывшись. Так что, я не знаю. Спасибо всем корреспондентам, которым я обращал. Предоставлял я всю информацию, что они выложили, осветили более-менее. Ну, это позор. На всю область, в город Брянск, три кровати за неделю. Сегодня обещали пятницу. Я жалко не вижу, меня выпишут. Но людей возьму телефон, они мне сообщат, пришли к кровати или нет. Все, дальнейшая встреча. Съезжу в больницу. В дальнейшем сообщу, оповещу. Телефоны, если мои слышали, чем могу, тем помогу. Звоните, будем бороться против этого произвола, беспредела. Только мы вместе сообща, придем к победе. И сможем жить нормально, сделать нашу родину достойной. До свидания. Всем спасибо за внимание.